Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и продолжение интервью с Ерканатом Аманжолом. Я сегодня хотел показать вам ту часть нашего с ним разговора, в которой я немножко усложняю вопрос, говоря не просто о том, что значит быть христианином, сколько говоря о том, что значит быть христианином и быть казахом. Как ему удается совмещать его христианство с его мусульманскими корнями? Давайте послушаем. Вообще тяжко. Сложно. Почему? Потому что в моем образе нет. То есть в моем понимании нет. Во-первых, я вот еще раз говорю, то свидетельство, которое есть, оно очень мне сильно помогает. Фактически, если так разобраться в моем городе, ну, я же наркоманом не сразу стал. То есть я был спортсменом, был ребенком, занимался в нашем спортивном интернате. То есть это фактически ты все время, целую неделю находишься там. С 7 класса это две тренировки в день и это такая, ну, серьезные нагрузки. Ну, вот это вот, так скажем, перестроечное время такое, знаете, рыночное время, оно о себе дало знать. Ну, и очень много было знакомых, есть сегодня они, но в конце произошло вот так вот. Но я просто хочу сказать, что сегодня, куда бы я ни заходил и кто бы меня, ну, кто бы со мной, допустим, не общался, они, конечно, в первую очередь знают, что я христианин. И даже я недавно встретил одного человека, который говорит, ну, ты же вроде ходишь, говорит, в церковь. Еще они назвали меня сектантом, ну, по-доброму, так скажем. И потом он сразу же, говорит, там, спрашивал про других людей, то-то, а потом мне говорит, сам же ответил на свой же вопрос, зато, говорит, ты живой. То есть это вот так вот выглядело. Поэтому быть очень сложно. Почему? Потому что восприятие, там, ментальность, еще что-то. Но я точно знаю, что я нахожусь в правильном месте, вообще, ну, в правильном состоянии, так скажем, и в правильных отношениях. Поэтому где-то сложно, где-то нет. Конечно, есть большое непонимание с родными, близкими, вообще с окружающим миром. Все очень сложно. Иногда, то есть получается так, иногда даже сами христиане не знают, что, допустим, делать и как себя вести, когда видят меня, в принципе. И вроде та сторона, ну, родственников, она тоже. И ты всегда находишься вот в этой такой, знаете, как, в части той, что тебе надо постоянно, ну, объяснять свое состояние. С одной стороны, это нормально, потому что мне это нетрудно, это всегда есть возможность благовествовать. Ну, с другой стороны, это всегда, ну, это, ну, неудобно, так скажем, или давит, потому что ты чуть-чуть иной. Из-за того, что ты иной, то есть люди же привыкли так. Казах, значит, ты должен быть вот там, ну, так скажем, по рождению. Хотя я раньше сам так мыслил. Сегодня я понимаю. Сложно. Есть и плюсы, есть и минусы, но я думаю, что нормально. Мы начинаем новый такой сериал «В капле». Я назвал его условно «Простые люди». И мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей, каждому, кто смотрит сейчас меня, принять в этом участие. Мы с вами, включая интернет, телевизор, мы смотрим больших, великих проповедников, людей, которые занимают определенную позицию. Они высказывают свое мнение по богословским вопросам, по вопросам жизни, веры, церкви, взаимоотношениям и так далее. Мне бы хотелось предложить вам, простым людям, простым христианам, высказаться. Возможно, у вас есть что-то наболевшее, какие-то откровения, какие-то вещи, которые вы хотели бы рассказать другим. Вы считаете, что это действительно важно и может принести пользу другим людям, как верующим, так и неверующим. Поэтому, если у вас есть желание, напишите мне, и мы обязательно снимем минимум одну-две программы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!